Вы хотите стать программистом, но не знаете, если это получится у вас? Значит, вы обязательно должны посмотреть данное видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Сакирко. И сегодня я помогу вам понять, подходит ли вам профессия программиста и насколько хорошим программистом вы станете. На самом деле, если начать изучать языки программирования, то вы точно станете программистом. Но вот станете ли вы хорошим программистом, это другой вопрос. Итак, чтобы стать хорошим программистом, кандидат должен заметить в себе следующие признаки. Во-первых, у вас должен быть математический склад ума. Один из главных признаков того, что у человека есть талант к программированию, это наличие аналитического склада ума. Сразу отвечу на самый частый вопрос новичков. Насколько программисту нужно знать математику? На самом деле, чтобы быть программистом, не нужно быть ученым-математиком. В 90% своей работы программисты используют только базовый математический аппарат. И лишь в 10% задач необходимы глубокие знания математики. Поэтому нет особого требования к наличию глубоких знаний, например, в теории вероятности. А вот дискретная математика – это тот предмет, который вы должны полюбить. Это ваша база для развития. Математика дисциплинирует человека и учит искать рациональный выход из любого положения. Если вы любите решать нестандартные задачи, значит у вас есть второй признак хорошего программиста. Программирование, по большей части, творческая профессия. Очень часто специалисту в данной области приходится находить креативные и нестандартные решения задач. В первую очередь, это относится к программистам, которые разрабатывают сложные продукты. И не относится к кодерам, которые в работе используют базовые языки. Третий признак хорошего программиста – это лень. Насколько вы ленивы? А вы знали, что хороший программист – это ленивый программист? И это правда. Чем меньше программного кода выполняет поставленную задачу, тем гениальнее он написан. А ленивому программисту лень писать много кода. Он будет искать способ, как сделать меньше работы с тем же результатом. Однако, чтобы стать программистом, нужно отбросить свою лень и взяться за книги, чтобы изучить эту профессию. Это были три главных признака хорошего программиста. Если вы соответствуете данным признакам, вам нужно задуматься о профессии программиста. Если вы, конечно, этого еще не сделали. А если вы уже программист и соответствуете этим признакам, значит вы смело можете назвать себя хорошим программистом. Вы смотрели канал «Быть программистом». Я призываю вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А также нажать палец вверх, чтобы поддержать автора канала. Если хотите связаться со мной, ссылки на мои социальные сети есть в описании. Также в описании ссылки на сайт с моими курсами по веб-разработке. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok